Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле в результате ДТП пострадали три ребенка. Накануне утром на улице Пенязькова 41-летний водитель Ситроена, поворачивая налево на зеленый сигнал светофора, не пропустил двоих обозначенных фликерами шестилетних девочек-пешеходов. Обе госпитализированы. Днем ранее в Костюковке водитель автомобиля Шкода Фабия совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по зебре. Она также была обозначена фликерами. В результате ДТП подростка доставили в нейрохирургическое отделение. На территории Гомельской области за 10 месяцев текущего года произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых двое деток погибли и 51 ребенок получил телесное повреждение различной степени тяжести. В Гомеле нетрезвая женщина водитель совершила ДТП и попыталась скрыться. Водитель Хёнде зацепила припаркованный автомобиль, после чего попыталась уехать, но врезалась в столб на перекрестке улиц Каменщикова и Кленковской. Когда на место происшествия приехали сотрудники ГАИ, женщина не отрицала своей вины в случившемся. В ДТП она получила незначительные травмы. Суд Тожитковического района вынес приговор по уголовному делу о покушении на кражу рыбы. 20-летний мужчина незаконно ловил рыбу из пруда, принадлежащего опытному лесхозу Белая. За этим занятием его и застали сотрудники милиции. При себе у нарушителя были мешки с уловом, в которых находилось 270 килограммов карпа и более 8 толстолобика. Теперь виновный должен выплатить штраф в размере 1530 белорусских рублей. В Гомеле разбили стены и украли сейф из офиса службы такси. Установлены личности мужчин, которые могли быть причастны к этому преступлению. Ими оказались жители областного центра 37 и 39 лет. Один из них неоднократно судим и ранее пытался устроиться в эту фирму водителем. По месту жительства мужчин обнаружена часть похищенных денег и ноутбук. Также правоохранители нашли взломанный сейф, который подозреваемые выбросили в один из водоемов Ветковского района. Следователи возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере. В Добрушино пожаре спасли хозяина квартиры. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окна на втором этаже шел густой черный дым. В коридоре спасатели обнаружили пенсионера 1949 года рождения. Его госпитализировали. Также из здания эвакуировали 5 человек. Они не пострадали. В результате пожара повреждено имущество квартиры. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В Житковическом районе нашли пропавшего 77-летнего жителя деревни Ленин. Об исчезновении человека 19 ноября сообщили его родственники. Они рассказали, что пенсионер ушел в неизвестном направлении. На поиски отправились сотрудники районного отдела внутренних дел, МЧС и местные жители. Нашли пенсионера на следующий день, примерно в 11 часов утра на расстоянии полутора километров от деревни. Он спал в зарослях в пойме реки Случ. Мужчина госпитализирован. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания.